Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас много новостей, но самая главная из них пришла из Соединенных Штатов. Американские банки разрешат торговать криптовалютами прямо на банковском счету. Это очень большое событие, которое буквально меняет все для крипторынка. Эфириум сегодня установил новый исторический пик в 3,5 тысячи долларов. Альткоины также взлетают. Мы уже много раз говорили о наступающем альткоин сезоне. И сейчас, когда биткоин топчется на месте или даже падает, альткоины устанавливают исторические рекорды. Поговорим об этом и других событиях в сегодняшнем выпуске. Буду очень признателен за поддержку лайком. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Кстати говоря, нас уже скоро 140 тысяч. Большое спасибо за это. Итак, сегодня был сумасшедший день для крипторынка, который опять добавил новые 100 миллиардов долларов. Эфир установил новый ценовой рекорд почти 3600 долларов. Доги Коин, кстати говоря, пытался обогнать Бинанс Коин. Капитализация Доги Коина на пике составляла чуть более 90 миллиардов долларов. XRP сегодня подрос на 17% до 1 доллара 70 центов. Лайткоин, Юнисвап и Чейнлинк сегодня чувствуют себя не очень хорошо, однако вчера они росли, поэтому это нормальное явление. Я думаю, что особенно для Чейнлинка из этой троицы есть достаточно много пространства для дальнейшего роста. Во-первых, оракулы все чаще используются в других криптообластях, например, NFT-пространстве, которое очень быстро и масштабно расширяется. А во-вторых, сам Чейнлинк приобретает новые способы использования. Лайткоин, по моему мнению, тоже сейчас выглядит побычьи, потому что он один из немногих криптовалют, которые добавлены на PayPal. Кстати говоря, Лайткоина в моем портфеле нет. Когда-то я копал его на кранах, но с тех пор прошло уже очень-очень много времени. А в Аланче, который я вчера купил на 1000 долларов, в преддверии больших событий для него сегодня вырос до 37 долларов, что около 20% роста. А вот PancakeSwap в последнее время топчется на месте. Тем не менее, я до сих пор остаюсь оптимистом по отношению к нему и Binance Smart Chain. Вчера я показывал тебе график, который предполагает рост альткоинов на 27 тысяч процентов. Я думаю, что эти проценты на этот раз должны быть явно пониже. И чем выше проценты прибыли ты хочешь получить, тем больше должен обращать внимание на альткоины с небольшой рыночной капитализацией, которые еще не выстрелили. Я тоже вне видеороликов ищу такие тайные диаманты, потому что не думаю, что топовые криптовалюты смогут показать такие сумасшедшие проценты под конец этого булрана. Следующая новость также доказывает то, что альткоин сезон совсем рядом. Новые 50% прибыли для Dogicoin на фоне падения биткоина подтверждают, что альткоин сезон уже на дворе. Ралли Dogicoin вызывает спекуляции насчет приближения альткоин сезона, поскольку 8 дней подряд эфир устанавливает новые исторические пики. Похоже, в какой-то момент люди могут испытать такой синдром упущенной выгоды, что дотолкают цену эфира до 5000 долларов до конца мая. Приблизительно такой прогноз мы уже видели в прошлых видео. Все зависит от настроения на рынке на самом деле, но пока что оно вроде бы хорошее. Для Dogicoin есть еще новости, впрочем и без них я уже давно сам заметил, что спорт питает какую-то слабость к этой монете. Для спортивных фанатов Dogicoin выглядит как настоящий способ для криптооплаты. Недавно я говорил о том, что Марк Кубан начал принимать Dogicoin в качестве оплаты для своего спортивного клуба. Сегодня в Твиттере он написал о том, что они продают за Dogicoin больше товаров за день, чем за биткоин или эфириум за год. Спрос и популярность просто зашкаливают. Люди используют Dogicoin как средство платежа охотнее, чем биткоин или эфириум. Если мы хотим увидеть принятие криптовалют, то так оно и должно быть. Должны быть магазины, где мы можем приобретать товары за крипту. И Dallas Mavericks является прекрасным примером этого. Они принимают Dogicoin, эфириум и биткоин. Но Dogicoin настолько популярнее, что за день у них получаются большие объемы, чем в биткоине и эфире за год. Я вижу в этом еще два позитивных момента. Первый. Это помогает в принятии Dogicoin как средство платежа, безусловно. И второе. Неочевидное. Люди такие рассматривают биткоин и эфириум как средство сбережения. И крайне неохотно тратят их на то, чтобы приобрести какие-то вещи в магазине. Мне кажется, эта новость таит в себе больше, чем что-то позитивное для Dogicoin. Она говорит нам о том, что биткоин и эфириум люди хотят держать и хранить. А Dogicoin с удовольствием тратить. Поэтому делай выводы. Кстати говоря, в клубе MLB тоже начинают принимать Dogicoin в качестве оплаты за билеты на стадионы. И сегодня они провели первую в истории транзакцию Dogicoin. Хорошие новости также мы видим и в Латинской Америке, где биржа Bitso стала первым латиноамериканским единорогом в секторе криптовалют. Что это вообще значит? Это означает, что биржа Bitso стала первой латиноамериканской криптобиржей, чья стоимость превысила миллиард долларов. По итогам очередного раунда привлечения инвестиций, ее стоимость преодолела 2,2 миллиарда долларов. Что делает ее одной из крупнейших финтех-компаний в регионе. Это еще одна новость, которая показывает рост популярности криптовалют в странах Латинской Америки. Но и в ней скрывается некий тайный подтекст. Дело в том, что я нашел информацию о сотрудничестве этой биржи с кем? С Ripple с 2018 года. Благодаря этому партнерству Bitso стала крупнейшей биржей в регионе. Они отказались от доллара в пользу мексиканской валюты и, используя XRP в качестве базовой валюты, осуществляют трансграничные платежи. Представитель биржи комментирует работу с Ripple. Транзакции происходят мгновенно. Они стали экономичнее, а мы стали точно знать, когда ее получат адресат. Благодаря Ripple жизнь миллионного мигрантов стала значительно проще. Как мы видим, в некоторых местах на этой планете система Ripple уже работает. Хотя, конечно, еще не в том виде, в котором она задумывалась. Но, тем не менее, это уже имеет место быть. Три причины, по которым другой эфириум за последнюю неделю подскочил на 130%. В этой статье речь идет о такой монете, как эфириум классик, который действительно в последние дни стал просто параболическим и вырос с 20 долларов до 130. Кстати, рыночная капитализация у него все еще достаточно низкая. Люди на реддите говорят, что эфириум классик переживает эффект Робин Гуда и Геймстопа. Многие люди пропустили Доги Коин и эфириум и поэтому покупают эфириум классик, даже не проводя никакой анализ. Еще одна веселая причина, почему люди покупают эфириум классик, это то, что они так выражают протест против обновлений в сети главного эфириума. Некоторые майнеры, по крайней мере, активно говорят об этом, недовольные тем, что прибыли от майнинга в эфириуме скоро станут совершенно невыгодными. Барри Зибельт из Грейскейла пишет, Робин Гуд поддерживает торговлю только нескольких криптовалют, биткоина, биткоин кэша, доги коина, эфира, лайткоина и эфириум классика. Также он добавил, мне кажется, я знаю, куда пойдут деньги из доги коина. Лично у меня вообще нет эфириум классика, зато есть эфир. Мне очень нравятся дефляционные обновления эфира и его переход на Proof of Stake, что гораздо более экологично. А мы знаем, что криптовалюты на Proof of Work, скорее всего, станут первыми под прицел регуляторов, как экологически недружелюбные блокчейны. А ведь экология и климат – это почти что главный нарратив всех организаций мира, в том числе МЭФ, МВФ, БМР и других финансовых организаций. А теперь я хочу перейти к самой горячей и главной теме этого видео. Это новости Соединенных Штатов, которая изменит все, и я даже боюсь представить, что будет с крипторынком, когда это произойдет. Ведь люди будут иметь простейшую, а самое главное – законную возможность покупать криптовалюту прямо в своем банковском аккаунте. Американские банки разрешат торговлю биткоинами в 2021 году. Американские банки хотят принять участие в криптореволюции и вскоре могут позволить клиентам покупать биткоин прямо из своего банковского аккаунта. Согласно отчету CNBC в среду, New Digital Investing Group подписала соглашение о партнерстве с FIS, чтобы создать инфраструктуру для американских банков, которые потом смогут использовать эту инфраструктуру для предоставления доступа к биткоинам для своих клиентов. Хочу напомнить тебе, что такие банки, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan в этом году уже заявляли о своей готовности и желании создать криптосервисы до конца этого 2021 года. Очевидно, сегодняшняя новость связана с этими планами напрямую. Ты не представляешь, какая масштабная эта новость для крипторынка. Она может перевернуть игру, когда каждый человек, клиент американского банка, может легко и быстро купить биткоин прямо из банковского приложения. Мне кажется, это очень большой зеленый флаг для криптовалюты. Конечно, я думаю, что до конца 2021 года это, если и случится, то лишь для немногих банков. Остальным понадобится куда больше времени на это. Но все равно это очень позитивная новость. О таком в 2019-м даже мечтать не приходилось. Я очень рад читать такое в 2021-м и с оптимизмом ожидаю 22-й, 25-й и 30-е годы. Ради этого и стоит жить. Очень интересно все это наблюдать фактически в прямом эфире. Биткоин на этом фоне вернулся выше 57 тысяч долларов из-за того, что американские банки готовы холдить за своих клиентов. Хочу показать последнюю новость, которая связана с такой криптовалютой, как Chilis. Не уверен, что эта новость как-то повлияет на рост этой криптовалюты, но тем не менее. UFC запустит свой собственный токен для фанатов MMA на блокчейне Chilis. UFC это большая спортивная организация и то, что они запускают собственную криптовалюту, еще один показатель принятия криптовалют. UFC официально заявили во вторник, что они представят свой собственный токен для поклонников UFC в приложении Socios.com. Токен, отчеканенный на блокчейне Chilis, планируется запустить в июне. Его максимальное предложение будет 20 миллионов монет, почти как у биткоина. Что ж, это еще один способ использования для криптовалют и еще один шаг в сторону массового принятия криптовалют. На этом все, ребята. Очень много позитива сегодня в криптопространстве, но самая большая новость, конечно же, это то, что американские банки планируют разрешить своим клиентам покупать биткоин буквально в два тычка пальцем по экрану их смартфона. Это очень, очень, очень круто. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было тебе интересным, не забудь поставить лайк. Меня это очень сильно мотивирует на создание нового контента, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok